Во всех видео про бету 1.5.0.1 мы искали мистику на сервере, но ни разу мы не играли в одиночки, хотя то самое видео было сделано в одиночной игре. Именно поэтому в этом видео вы увидите всё то, что нам удалось найти в наших одиночных мирах. Приятного просмотра! Субтитры делал DimaTorzok Красный факел. Честно сказать, крестов в этой версии мы никогда не встречали. В основном это была генерация, но тут крест из булыжника, которого не было, да ещё и Красный факел неподалёку. Поэтому крест был недалеко от города, поэтому мы начали возвращаться в город и ждать там новых признаков Херабрина. Но по приходу мы сразу же увидели Красный факел на берёзе. Думаю, вы уже заметили, что мистика у нас происходит очень быстро. Следующее, что произошло, так это пожар. Прямо на глазах у Санчоуса на листве появился огонь. А в старых версиях Майнкрафта огонь разгорается нереально быстро, и потушить его практически нереально. В итоге весь наш лес в городе сгорел. Теперь давайте я расскажу вам про то, что мы нашли в одиночной игре. Этот момент должен был быть в четвёртой части, но я забыл его вставить. Мой друг ложится спать, и после сна он просыпается ночью. По факту это просто невозможно. Тогда как это произошло? Это не монтаж. И не сервер. Недавно я, Санчоус и мой друг Гарри решили создать мир в одиночке. И попытаться найти хоть что-то. У меня ничего не вышло. И ничего подозрительного я не нашёл. Но зато моим друзьям удалось найти кое-что интересное. У Гарри в мире долгое время ничего не происходило. Но он продолжал играть. В надежде найти что-то странное. И у него получилось. Последнее время он стал замечать какого-то Стива, который бегает от него где-то там. Сначала он был за домом. А позже он вообще забежал в портал. Как вы знаете, Херабрин умеет бегать. И причём очень быстро. Будто он под зельем быстроты. Помимо странного Стива, он также, гуляя по одной пещере, услышал, как кто-то несколько раз ударил Крипера. На этом все странности мира Гарри заканчиваются. В мире Санчоуса всё более интереснее. Начнём с того, что у него было два мира. Но на первом он ничего не нашёл. За исключением странных туннелей. Которых не было. Но во втором мире всё было ещё более интереснее. Посмотрите этот фрагмент. Санчоус просто копался в пещере, чтобы найти золото для постройки тотема. И вдруг наткнулся на туннель с красными факелами. Такое мы видим впервые. И я никогда бы не подумал, что в этой версии Херабрин может делать туннели. Мы были удивлены. Потому что до этого мы такое не встречали. На сервере такого никогда не происходило. На этом все странности заканчиваются. И сейчас я бы хотел поговорить на тему того, что может ещё скрываться в этой бете. Многие ещё что-то считают, что всё видео про бету – постанова. Но на это нет доказательств. Если вы и говорите, что это постанова, то представляйте железнобетонные пруфы. А не просто ваше мнение по типу – ну вот там крест, такого не бывает. Ты не можешь знать, бывает это или нет. Ты не работаешь в Муджинг. Следовательно, ты не можешь знать, есть мистика или нет. А что же может скрываться в этой быте? Честно, я не знаю. Но вероятно, там ещё куча всего неисследованного. Чего нам предстоит увидеть. Изначально вообще был Херобрин. А потом откуда-то взялся какой-то белый человек. И вообще неизвестно, кто это. У меня есть предположение, что белым человеком может являться Войд. Но тогда я не понимаю, почему он белый. Вероятно, это может быть какой-то ранний прототип Войда, который ещё не доделан. И отличительных особенностей у него маловато. Лично мне кажется, что именно он пишет в чате от имени игроков. И ведь никто не знает, что будет дальше. Может быть, они уйдут из мира. А может быть, появится ещё кто-то? Тут остаётся только ждать. Вот и подошло это видео к концу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok